Ракетами от F-16 по технике рашистов. В Украине решили не дожидаться западных истребителей и уже вовсю используют ракеты для этих самолетов, сообщает издание Financial Times. В частности, издание сообщает, что украинские военные внесли некоторые изменения в ракеты, которые передавались им Пентагонам. И теперь их возможно использовать в качестве зенитно-ракетных комплексов ПВО на базе советских платформ. Фактически необходимо было построить такой эмулятор или такую систему, которая свяжет советскую платформу через условный блок синхронизации и взаимодействия уже с этой ракетой. Украинским специалистам все, что необходимо было сделать, это взять уже советскую существующую платформу, например, платформу Кубили, платформу Стрела-10 и модернизировать ее, фактически ее дооборудовать необходимым системами, которые позволяют выполнять наземный пуск этой ракеты. Идея запускать АИМ с земли сама по себе не нова, говорят аналитики. Еще в 80-х американцы проделывали это с предыдущими версиями ракеты, но позднее упор сделали на авиацию и ракеты модернизировали для самолетов, а для наземного использования разработали отдельный вариант. Ракеты с серией АИМ-9 и разных модификаций, они в принципе в прошлом уже использовались в наземных установках. Есть ракета АИМ-9Х, которая на сегодняшний день тоже используется с наземной пусковой установки на Самс. Но подобного типа ракет немного, а учитывая украинские реалии, нам, к сожалению, боеприпасы нужны в больших количествах. Соответственно, выбор пал на доработанные АИМ-9М. В целом, таких ракет было произведено около 7 тысяч единиц. Поэтому, если говорить об количестве ракет этих на складах, там может речь идти о тысячах единиц, которые находятся на хранении на складах. Тем более, что со своей задачей они способны справиться не хуже аналогов с индексом Х. Главное предназначение для таких ракет в Украине – борьба с шахедами, которые ежедневно запускают по нашим городам. И тут ее характеристик хватает с головой. Она имеет улучшенную головку самонаведения. Там стоит тепловая головка фактически при захвате цели. Ракета удерживает тепловый след цели и, соответственно, ее преследует. Разработанная изначально для борьбы с вражеской авиацией, иранскому беспилотнику АИМ-9М не оставляет ни одного шанса уцелеть в их схватке. Она способна уничтожать вражеские самолеты, вертолеты и другие воздушные цели. Ракета летит на сверхзвуковой скорости, что усложняет возможность перехвата и выявления. Опять же, учитывая, против чего разрабатывалась ракета, она обладает такой убойной силой, что способна превратить пластиковый дрон буквально в конфетти, чем, к слову, существенно уменьшит опасность от падающих осколков. Сама ракета, она использует осколочно-пугасную боевую часть, там до 10 килограмм вес этой части. Она имеет изготовленные боевые элементы, там до 200 специальных осколочных элементов, которые поражают цель. Единственное, что пострадало после переделки ракеты – дальность полета. При запуске с истребителя она уже находилась в горизонтальном положении и имела начальную скорость. Однако при высоте полета шахедов в несколько сот метров даже вдвое уменьшенная дальность позволяет успешно уничтожать дроны. При условной дальности до 20 километров с воздушного пуска, при наземном пуске может идти речь о порядке 8, может даже 5 километрах. Немаловажный фактор – финансовый – тоже в этом случае работает на Украину. Имея в достаточном количестве ракеты «Эйм», у нас пропадает необходимость тратить на дроны дорогостоящие боеприпасы. Тем временем точность от этого и результат не страдают. Если мы говорим конкретно об серии «Эйм», то стоимость одной ракеты, она, как правило, находится от 15-20 тысяч долларов. В отличие от ракет более серьезных систем противовоздушной обороны, когда стоимость ракеты может доходить до 1 миллиона долларов. Так что, похоже, прошлая зима нас многому научила. Защитить во время мороза в нашу критическую инфраструктуру. Любой ценой и любыми средствами – главная задача, которая сейчас стоит перед украинскими силами ПВО. И, похоже, к этой задаче они будут готовы. Редактор субтитров А.Семкин